Всем большой приветик! Я сегодня влог начинаю почти ночью, вечером. Не знаю, сколько сниму, но у меня же традиция, что влоги будут у нас ежедневные. Да, Степка? А Степка хочет в камеру, хочет в камеру. Покажи, Степ, своих динозавров. Покажи динозавров, мама Надула. Вон они там стоят у нас, большие динозавры. Я этих динозавров покупала еще, когда Никите исполнялось 7 лет. Ему на день рождения заказывала 3 или 4 таких динозавра. И вот 2 у нас осталось. Сейчас Сергей тут видео долго снимал, ну в течение дня. А мы наверху были. И я думаю, чем бы занять таким, чтобы они вниз не хотели спуститься к папе. И в итоге Надула этих двух динозавров. Я заказывала их с Алиэкспрессом. У них ручки-ножки вертятся. Такие вот. У нас Никита как раз тогда очень любил динозавров. И я ему на день рождения заказала. Он утром проснулся, а они в комнате стоят. Кто не видел день рождения Никиты 7 лет, можете посмотреть. Сейчас Никите 8. Это выходит, они у нас полтора года пролежали. А еще другие заказы у другого продавца. Они оказались не такие. Во-первых, он был один уже лопнутый. Ну там какая-то маленькая дырка ее пыталась заклеить. В итоге бросила. И вот этот, кстати, красный тоже сдувается. Майква. Майква. Степа наигрался уже с ним. А ты же дашь им поиграться? Все. Сергей сегодня делал какие-то тут вкусняхи. Я смотрю. Что-то необычное, уже поеденное. Не, Никит, давай отрежем тебя. Никит. Тортик хочешь? Да. Я сегодня отварила картошечки, яйца. Сейчас все почистим. Будем делать оливьешку. Бери, Степа, тоже помогай мне. И Никита мне тут помогает. Салатик. Я нашинковала оливье, который хотела. Мы все почистили. У меня спрашивали в комментариях про вот этот горошек, гобус и кукурузу. Нормальная фирма или нет? Мы уже не первый раз берем. И горошек, кукуруза по вкусу нормальные. Они мягкие. Единственное, что вот они не всегда ровные, аккуратные. Но они мягкие, они вкусные. Поэтому берем. А из всего вот этого вот праздничного стола, который Сергей сделал, дети покушали с удовольствием вот салат с кукурузой, с крабами, палочками. И Мише понравился вот тут бисквит. Хотя он очень сухой получился, но Миша прям с удовольствием съел, а шоколад оставил. Вот тарелка эта, Миша вот эту вот дефушечку оставил, а бисквит съел. Я с этого стола еще ничего не пробовала. Потом попробую. Ну, сейчас доделаю салат и попробую тоже. Интересно попробуется. Я первый раз вижу вообще такие блюда. Хожу в кофте, потому что мне холодно. А Сергей очень жарко. Он отопление отключает. Мы же сами можем включить отопление, можем выключить. Сергей говорит, что ему очень жарко, и отопление всегда отключает. Особенно, когда он на кухне что-то делает. А я не люблю, когда мне холодно, я прям кутаюсь, кутаюсь. В общем, у нас еще один спор. Я говорю, включай. Он говорит, нет, я не могу, мне жарко все потеет. В общем, пока днем отключаем, на ночь включаем. Вот так договорились. Смотри. Это папа сделал машинку, а Никита превратил его в пингвина. Никит, ну покажи мне, как он пингвинчик там. Вот это не я. Подожди. Вот какой пингвинчик получился. Смотрите, как он на животике летает. Пингвинчик. Улетел туда. Это пингвинчик. Машинка. Машинка? Это пингвинчик. Миша, он пингвинчик изображает. Да, Миша. Я уже почувствовала. Я еще раз почувствовала. А Степа тоже будет пингвинчик. На стилу. Маша, смотри. На стилу. На стилу. Ну можно по одной. Эй, там нету. Как нету? Иди, тебе Миша достанет. Спасибо, Миша. Баба, смотри. Спасибо. Миша, достань с тебе и степень по стилу, ладно? Фокус. Я сейчас отшварну этого пингвина, а кубик останется здесь. Ого. Оп-ля. Пингвин прозрачный. Ничего себе. Как ты так сделал? Просто когда он вылетает, у него вот тут вот так делается, и кубик просто вылетает. Пингвин. Потом еще его нужно на канал загрузить. Сегодня у нас влог будет очень поздно. Так, у нас сегодня третий. Завтра мне зуб удалять. Я так боюсь. Мам, зубик? А ты снимешь на камеру? На камеру? Да нет, наверное, не сниму. Я, наверное, завтра вообще ничего не буду снимать. Хотя, ну, может, как получится, наверное, сегодняшний влог, соедини с завтрашним, потому что сегодня ничего выходит. Я не снимала. Посмотрю, что смогу там завтра снять. Что сниму? Ты что там танцуй, Киш? Открыть себе? Да. Целуй меня. Ну-ка, целую маму. Целую маму. Давай, открою. Пирожульки мои сладкие. Белик. Белик. Мишуля, ты салатик кушал? Ку-ку. Нет. А что я не покушал? Ку-ку. Я знаю, какой салатик? Пойдем, иди за мной, и я покажу. Ты мне расскажи, какой ты салатик скушал сегодня вечером. Пойдем, я покажу. Ну, скажи словами. Там крабовый. Крамовый? Пойдем, я покажу. Папа, я люблю. Какой ты салатик кушал? Оливье? Да. Вкусный был? Да. Это хорошо. Так, у нас тут ничего еще не убрано. Вот так все. Мама, мама, мама. Молочко. Это нельзя, мисс Молочко пить. Это вы где достали? Это мы не это. Не это пили, надеюсь? Хорошо. А это вы что делали? Что это у вас такое? Трасса. Трасса для машинок. Для машинки трасса? Да. Какая большая. Куки ставили. О, пингвинчик на трассе. Я сегодня вышиваю полотенце на крещение. Там вот такой милый ангелочек девочка. И будет еще имя. Я вышиваю вот такую вот красоту. Всем доброе утречко. Я сейчас завтракаю. Завтракаю с салатом. И отправляюсь в стоматологию. Сейчас уже у нас 10.07. Мне к 11. Я очень переживаю. Когда записывались, когда записывали меня, сказали обязательно, главное, хорошо поешьте. Что? Говорили тогда всем привет. В общем, сказали, хорошо поешьте, только очень хорошо поешьте. В общем, очень хорошо ем. Я никогда не завтракала салатом. Сейчас с салатом завтракал. У меня есть много комментариев с вопросом, почему я не ходу в государственную стоматологию. На самом деле, я последний раз, когда ходила в государственную стоматологию, я отдала денег больше, чем я бы пошла в частную. С тех пор я как-то к ним особо не хожу. Если ходить, то обычно ходили зачем туда? За выгодой какой-то. Ну, то, что там дешевле, можно там по полюсу. А в итоге цену, мне кажется, реально дороже заплатила. Я там заплатила около 2-200, что ли. А в частной можно примерно так же. Ты что, мой салатик все скушай? Вот. Так что, не знаю, не вижу просто смысла. И еще вот как раз-таки зуб не тот, который самый страшный день в моей жизни. Мне выделяли в государственной стоматологии. И я с того времени их просто боюсь. Я правда боюсь их. Ну, не знаю. Частные я так не боюсь сильно. Мне как-то в них комфортнее. Там остановка более приятная. Нет людей, которые вот это вдоль коридорчика сидят. Ну, не знаю. Мне там просто комфортнее. Я ходила в детскую государственную стоматологию вот с детьми. Там более-менее прилично. Ну, там вроде как отдельный закуток, где дети сидят. И там все вот так красивенько. Вот туда можно ходить. А во взрослую очередь я не решаюсь. В общем, я сейчас завтракаю, пойду накрашусь и поеду. Миша, что делаешь? Спенниватель. Пенку делаешь? У нас и Степа, и Миша любят вот эту штучку, которая делает пенку. И пенку тоже очень любят. Я же вчера не показала полотенце, какой красивый я вышила. Смотрите, какой ангелочек. Такой миленький. В общем, вот такое вот полотенце на крещение. И еще буду вышивать крестильную рубашечку. Вот я ее уже приготовила. Хотела вчера вышить, но в итоге увидела, что у меня дизайн на флешку не скопировался. Вернее, он, наверное, скопировался не того размера. Поэтому придется его заново там копировать, переделывать. И вместо этого я вышила вчера вот такой вот бодик. Бодик Королевич Алексей. Тоже такой симпатичный. Я уже вызвала такси. Но что-то было и написано 5 минут, а сейчас написано 6 минут. И он стоит, вообще не двигается. А, вот, поехал. Все, надеюсь, сейчас доедет до меня. Мне удалили, в общем, зуб. Удалили щека, вон, уже опухла. Будет сильнее опухать. Зуб был очень сложный. Часа, наверное, полтора мне его удаляли. По кусочкам рубили и выдергивали. Дополнительную анестезию вкалывали. Очень был сложный зуб. И было очень больно. Несмотря на то, что было анестезии. Я, когда шла на удаление, в карман положила гигиеничку. И я, ну, наверное, после каждого сплевывания гигиеничка себе губы мазала. Потому что тянули рот просто в разные стороны. Очень сильно. Я думала, у меня опять губы тут порвут. И она сама, там, в общем, девушка сначала была. Не хирург, хирург-мужчина. А ему помогала сначала девушка, которая тянула. Потом мужчина. Потом опять девушка. И у него просто ассистент заболел. И говорит, вот так приходится. Ну, они просто, когда освобождались, они ему помогали. В общем, сказал, зуб очень сложный был. Сказал, что болеть будет очень сильно. Назначил мне рецепт на китарол. И сказал, что если есть возможность, то лучше вколоть. А не пить. В общем, буду теперь терпеть. Пока еще только начало отходить. Еще не отходит. Ну, пока еще только начало отходить. Пока еще не больно. Но обещали, что будет больно. По цене у меня тоже спрашивали. Удаление зуба просто восьмерки стоит 5 тысяч примерно. Так как мне вкалывали анестезию. Так как мне его очень долго пилили, рубили. То я заплатила 7 тысяч рублей. Удаление зуба у нас стоит. Ну, вот в частной клинике. Хирург очень хороший. Самый лучший. Самого лучшего хирурга, в общем, убирала. В итоге все равно. Второй самый страшный день в моей жизни. Реально было очень больно. Было и губу больно было. И сам зуб потом я начала чувствовать. И вот это все давление. Я там реально что-то не заплакала. Ужасно было. Ну, в общем, вытерпели. Все ради красивых зубов. Сейчас села. Такси не стала вызывать. Позвонил Сергей, говорила, забери меня. Там бабушка пришла. С детьми посидит. Он меня сейчас заберет. В аптеку как раз заедем. Купим. Рот не могу закрыть полностью. У меня вот тут опухло все. Я рот закрыть не могу. Мне наложили швы. Очень большой был зуб. Наложили швы. Швы снимать дней через 10. Они мне позвонят. Пригласят. Я еще записалась там на лечение кариеса на следующей неделе. Вот так. Такие вот дела. Если честно, говорю, чуть ли не сквозь слезы. Потому что уже начинает болеть. А я не люблю этого всего. Ладно. Пожелайте мне удачи. Не знаю, буду. Вечером влог снимать не буду. Мне еще вышивку надо сегодня доделать. Возможно, покажу, как я вышиваю. Субтитры сделал DimaTorzok. Смотрите, как я сейчас выгляжу. В общем, у меня вот так щека опухла. Болит жутко. Очень сильно болит, конечно. Но сейчас, видать, таблетка подействовала не так сильно, как вот буквально 20 минут назад еще болела. Я тут разревелась. Никита подходит и говорит, мам, что ты плачешь? Я ему смогла выдать только, Никита, носи корректор. Он просто иногда не хочет его надевать на ночь. Он только на ночь надевает корректор. Я говорю, Никита, носи корректор. Ты такой боли не выдержишь. Я реально, ну, ни с чем не могу сравнить. Боль зубную эту. Это было ужасно. Видать, таблетка просто подействовала. Потому что, ну, сейчас больно сильно, очень больно. Но отпустила. Я прям не могла остановиться. Я захлеб тут рыдала. Не знаю, будет сильнее пухать или на спад пойдет щека. Губа все-таки вот тут вот у меня порана. Видите, вот эта кровь. Это губы потрескались сильно. И вот тут у меня, и тут все. Губы потрескались, все в крови. Фух. Ладно, не будем, а грустно. Глотать даже больно. Так, ладно, не будем, а грустно. Покажу вам красивое. Вот, я уже упаковала. Вот такая вот получилась у меня вышивка. Тут крестильное платье. А тут я в один пакетик упаковала полотенчика. Вот такая вот красота получилась. Очень мне нравится. Я сейчас попрошу Сергея поехать отправить. Через ДЭК буду отправлять. С ДЭК, кстати, вот сейчас выходит дешевле почты. Но почта быстрее. Почта обычно дня 3-4 посылка ведет. Вот, например, до Москвы 3 дня. А СДЭК может до Москвы 5-6 дней везти. Ну, в общем, если не к спеху, я обычно СДЭК им отправляю. Сейчас попрошу Сергея отвезти в СДЭК. Я оформлю тут дома. И отвезу. Хочется покушать, но, если честно, я не могу глотать. Мне больно глотать. Я даже слюни не хожу сейчас, выплевываю, потому что не могу глотать. Когда глотаю, тут задевает. В общем, когда хирург мне резал, он говорит, что этот зуб не до конца у меня прорезался. И он с челюстью был как-то соединен. Пришлось то ли подпиливать челюсть, то ли я, если честно, не поняла. Но, в общем, от челюсти он как-то отсоединял этот зуб. И, в общем, сказал, что очень сложная была операция. Просто очень-очень сложная. Мне вечно достается все самое сложное, мне кажется. А я еще хотела же вчера обзор пылесоса снять. И потом Сижгей начал видео снимать. Я так забыла. Думаю, как я вот сейчас буду обзор пылесоса такой щекой снимать. Попрошу Сижгей, наверное, снять. Ну, а я потом ставлю видео, кто где обещал обзор. Ну, вы его, наверное, уже посмотрели, раз вчерашний день был. Ой, ну так. Щека болит. Сейчас я теперь жутко боюсь того момента, когда таблетка перестанет действовать. И как бы заранее подугадать этот момент, чтобы заранее выпить. Не знаю, в общем, надо следить по времени. Через сколько часов таблетка перестает действовать, чтобы заранее пить следующую. Не больше 4 штук в день можно. Рецепт мне написали и на таблетки, и на обезболивающие, и на антибиотикам. Амоксиклав мне назначили пить 5 дней. Сейчас уже 5 вечера. Сергей поехал отвозить мою посылку и бабушку Лиду домой. А я решила поесть, потому что кушать уже хочется. И поняла, что я не могу открыть рот. У меня губы очень сильно болят. У меня щека болит. И все болит. Просто я назову сегодняшний влог, все болит. Потому что реально все болит. И, в общем, я рот на максимум могу открыть, вот как сейчас говорю. Но дело в том, что я говорю, я зубы не открываю. А чтобы зубы открыть, я их не могу вообще открыть. Я вот так могу. Мне ложка даже не помещается. Это вообще, это просто мой максимум. Вот я губами. Это очень больно. Короче, никому не пожелаю. Жесть. Мюсли себе. Вернее, не себе. На столе стояли мюсли. Видать, кто-то не доел. Они уже такие мягенькие, как кашка. Я хотела их поесть. Доесть. Они очень вкусно выглядят. Я не могу. Вот так я. Это максимум. Я сейчас поем. Я жевать могу на этой стороне. Нормально, я жую. Но в рот положение еду не могу. И глотать очень больно. Я до этого, вот это все время до этого, я вообще не могла глотать. Я ходила сплевывала в раковину. Слюни, которые там накопились во рту. А теперь, ну, чтобы есть-то глотать, надо как бы. Вообще жесть. А мюсли очень вкусные. Какие Сергей в магните вроде брал. А, нет, это из ленты. Это из ленты. Фирма ленты яблочные мюсли. Очень вкусные. Это я заказывала через приложение Алиэкспресс. Там есть доставка продуктов. Раздел есть. Там хорошие купоны. На первые три заказа можно использовать. А сегодня я, кстати, в Инстаграм размещала туда же очень хорошие промокоды, но только на первый заказ. Если вы вообще не пользовались разделом есть в Алиэкспрессе, вы можете воспользоваться этим промокодом. Я могу оставить ссылку в описании к видео. Переходите, смотрите, но только если вы не пользуетесь. Потому что, ну, лучше не создавать новые аккаунты. Это нехорошо. Вот. Если не пользовались, то используйте промокод на скидку 600 рублей при покупке от 1500. Ну, то есть это очень-очень выгодный купон. Там есть, если вы уже пользовались, там есть другие промокоды, вы можете их использовать. Ну, а если вы новенький, то вот прям идеальный, отличный промокод на любую доставку домой. Там есть магазины ленты, самокат, вкус вилл и какие-то еще. Смотрите по региону у себя. В общем, ссылочку оставлю в описании. Может быть, кому-то будет полезно. А я продолжаю пытаться поесть. У меня, знаете, как получается? Что я ем? Я засасываю губами. Рот не открываю. У меня провалится пища туда. И я ее засасываю выше дальше. Как раз-таки мой неудачный прикус мне помогает сейчас поесть, чтобы не открыть и рот. У меня просто между зубами дырка большая. Нашла преимущество в своем прикусе неправильном. Вообще. Ничего не видно. Хвост вон побежал туда. Я вышла снять. Привет, Степ. Тебе не холодно, Степ? Может тебе курточку принести? Сережка тут свет включил, чтобы нам посветлее было. В общем, у Сергея какое-то новое приобретение. Я хочу, чтобы он сам о ней рассказал. Не знаю, что это такое. Коптильня? Все равно ничего не видно. Сереж, как же так послезть здесь делать? Вот, я настроила камеру. Вернее, Сежгей мне настроил камеру, потому что я не понимаю, как ее настраивать. Привет, Сереж. Расскажи про свое новое изобретение. Наедает жирок? Да она уже толстая стала, знаешь какая? Да я смотрю, он поправляет. Она была худющая летом, а что ж такое было? К зиме готовится, холодно становится. Степка там что-то делает, палка смотрит, там костер вырошит. Степка по-низке вообще. Лапулька. Сереж, расскажи про свою коптильню, что это такое? Там лежит мясо, коптится уже часа полтора. Мясо ты вчера как-то мариновал, я помню. Я его засолил, и сейчас я его копчу. Костер на палочке. Ну, я думаю, где-то через полчасика можно будет снимать. Вот видишь, дымок идет? Здесь гидрозатвор, вот вода, чтобы оттуда ничего не... А там вода? Датчик температуры. Нет, там щепки и мясо, все. А щепки ты откуда взял, купил как-то, или это прям изобретено? Можно купить, можно салон купить. Музыкант. Ой, Степка, Степка. Хос сейчас сидел вот тут, сидел, увидел лапу, как дыранул обратно в дом. На виноградной лозе. Делаешь мясо. Да, виноградная лапа. Понятно. Так, Степка, я тебе сейчас курточку принесу, а то что-то мне холодно, но я думаю, что тебе тоже холодно. Тебе не холодно, Сереж, Кофть? Нет. Нет? Степа, походу, в тебя пошел, ему тоже вечно не холодно. Степа, отойди. Подальше отойди. О, видишь, Натю? Да. Парелка. Ну как? Ой, какая красота. А, вкуснотища? Да, красотища. Мяско. Угу. Я сейчас замонтировала влог. Я прям чувствую сегодня себя победителем. Губы начали сильнее болеть. Прям чувствуется, что они все растянутые, разорванные. И прям вот тут кровяная корочка не проходит. Это, наверное, дня на три у меня будет проблема. Тут тоже губа порваны. Так, я опять возвращаюсь к тому же, хотя бы хотела сказать другое. Я сегодня молодец, замонтировала влог. И мало того, мы сейчас все время пошли и сняли обзор робота-пылесоса, который вы уже видели. Надеюсь, видели. А если не видели, вернитесь и поставьте лайк, потому что все это я говорила вот так вот. Старалась себя просто не показывать. Ну, как бы день не тот. И мне нужно его туда вставить, записать. А половину видео я сняла в том дне. Половину видео я сейчас досняла и туда вставила. Ну, надеюсь, получилось хорошо. А сейчас уже без 10.9. Я влог загружаю на канал. Сейчас загружу и пойду спать. Потому что я сегодня очень поздно легла и вышивала вот эти вот изделия. Но на самом деле я просто так переживала, что уснуть не могла. И поэтому пошла вышивать. В общем, вышивала. Легла очень поздно. Я не знаю, наверное, может быть, часа в три легла. Встала пораньше, чтобы попасть вот к врачу. А до этого накрасться, там умыться, искупаться. И в итоге я сейчас в 9 вечера уже начинаю хотеть спать. Хотя я обычно вот до 12 не сплю. Так что сейчас пойду детей укладывать. И сама тоже на ночь выпью обезболивающе. И все, и пойду спать. Гляньте, вот это болит, как синяк вообще. И оно внутри болит. Просто сейчас вот так сделала. И поняла, что у меня еще и синяк там, конечно, огромный есть. Хотела пойти спать. В итоге пошла делать ужин. У Сергея мясо, которое он коптил, к сожалению, не получилось. Он его пересолил. Он его засолил и держал сутки в соли практически. И в итоге оно очень соленое получилось. Что есть, просто невозможно. Вот эти вот два куска, которые я заказала в самокате. В общем, не знаю, что я с ним делаю. Я думаю, может быть, как порезать его и что-нибудь сделать, типа, картошки с ним. Например, тушеный порезать. Немного мяса и много картошки. И мясо отдает свой соль, и картошка будет соленая. И мясо, возможно, можно будет съесть. Не знаю. А на ужин у нас сегодня вот такие вот веселые макарошки. Здесь прям микс. Разные, но разные. И паровозики, и разноцветные, и вот такие грибочки, и бабочки. Все есть тут, в общем. Я, кстати, когда варю макарошки, я прям в кастрюлю кидаю сливочное масло. И вот так вот перемешиваю, чтобы они все были в этом сливочном масле. А Сергей мне всегда говорит, что это зря потраченное масло. Потому что оно больше по стенкам в кастрюле размазывается. Что нужно в тарелку сразу класть. Вот я не знаю, как другие люди делают. Мне просто в кастрюле удобно. Тут удобно перемешать вот так вот все сразу. Такие симпатичные макарошки. Классные. Я только нашел две звездочки. А у меня три звездочки делают. Это скотер, на котором делают доставку еды. Лимусин. Где второй? Нет. У меня тоже. Еще макарошки. Понравились, да? Вкусные. Стеку вот сразу все съел. Стеку стакан с водой и стакан с чаем. Да. Продолжение следует...